Тверь город с богатейшим культурным наследием. Причем речь идет не только о памятниках древнего зодчества, писателях и музыкантах, которые прославили наш край, но и о городских традициях. К примеру, испокон веков бытует интересное и смешное прозвище «Тверские козлы». Но причина его появления достаточно туманная. За поиск ключа к разгадке взялась Анастасия Савельева. Недавно ко мне приезжали друзья из другого города, и на вокзале, когда мы обнимались, мне было ласково сказано «Ну здравствуй, тверская козочка!» На мое удивление мне пояснили «Ну раз ты родилась и живешь в Твери, значит ты и есть тверская коза». Почему я коза, непонятно. Смотрю на себя в зеркало и вижу вполне себе нормальную девушку, без рожек и копытц». В поиске ответа на этот вопрос я решила обратиться к самим носителям гордого звания. Ну, может быть, козлов выращивали, я не знаю, каких-нибудь породистых. Бывают породистые козлы? Якобы, когда приехала императрица, и никто ее особо не встретил, и пасся козел какой-то, вот она и что-то там психанула, наверное. Потому что у нас козлов много. Своенравные. Упертые. Может быть, потому что всегда добивались своего. Да, версий действительно много, а до истины добраться все-таки хочется. Похоже, придется нам обратиться за помощью. Кстати, в музее Тверского козла точно идут ответ на эту загадку. И это вполне объяснимо, ведь директор этого музея самый, что ни на есть, настоящий историк. Вот он и приподнимет нам завесу тайны. Это вообще традиция давняя, древняя, начиная с 14 века. Дело в том, что региональные прозвища – это вообще важнейший пласт региональной культуры. Рязанцы, косопузы, псковичи, скабари, новгородцы, долбежники. Отверские козлы – это одно из самых древних прозвищ. И в первую очередь выражает характер упрямства и упорства. Да, похоже, что тело кроется в отличительных чертах характера, а не в наличии рогов и копыт. С 14 века традиционная версия обросла и другими смыслами. Например, что тверичане взяли монополю на пилку дров в Москве и носили за плечами козлы, поэтому их прозвали козлами. Или вот другая версия про кожевенное производство в Твери, на котором выделывали козлиные кожи. И, кстати, прозвище «козел» порой даже не является ругательством. Вот этой фотографией больше 100 лет девушка провожает жениха на войну. Это Первая мировая война. И просит, чтобы он ей написал несколько теплых слов на память. «Люби и помни своего козла». Как романтично. Да, история действительно романтичная. Однако, если я теперь назову своего молодого человека козлом, я думаю, что поймет он меня совершенно неправильно. Хотя, правда, порой не стоит обижаться. Вдруг таким образом ваша вторая половинка признается вам в любви. Кстати, в музее Тверского козла можно узнать не только об истории этого смешного прозвища, но и о роли порнокопытного животного в мировой культуре. Увидеть своими глазами плиту с наскальными рисунками, которая старше самих египетских пирамид. А также послушать мелодичное козлиное пение. Думаем, что такой экскурсионный поход на выходных запомнится и взрослым, и детям. Думаем, что такой экскурсионный поход на выходных запомнится и взрослым, и детям.